МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Еще одно село в Карагандинской области потоплено паводками. 56 человек эвакуированы из села Тасуат Нуринского района. Один месяц – такой срок, каким области Ерлан Кушанов дал футбольному клубу «Шахтер» на исправление ситуации. За семь игр с начала сезона горники не выиграли ни одного матча. Цены в частных детских садах Караганды сравняются с государственными. С нового учебного года городские власти намерены запустить специальный проект, который позволит существенно сократить очереди в дошкольные учреждения. Еще одно село в Карагандинской области подтопило паводками. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям. 17 апреля в селе Тасуат Нуринского района в связи с подъемом уровня воды в реке Нура произошло подтопление 10 домов. В целях защиты населения из села Тауасад заблаговременно произведена эвакуация 56 человек. В работах задействовано 69 человек и 36 единиц техники. Такие данные приводят спасатели. В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области продолжаются противопаводковые и аварийно-спасательные работы. В зоне особого внимания находятся населенные пункты Бухаржираусского, Каркаролинского, Абайского, Шецкого и Нуринского районов. Совместными усилиями проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы в зонах подтопления. По информации ДЧС, паводковая ситуация в области находится на контроле. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности. В частности, воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ. Не проходить и не переезжать через реки, каналы и другие водоемы в неустановленных и неизвестных местах. Запретить детям играть вблизи рек, рыбакам воздержаться от рыбалки до окончания паводка. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Двухратный чемпион Казахстана. Первая в истории казахстанская команда, попавшая в групповой этап Еврокубка, футбольный клуб «Шахтер», в последнее время показывает не лучшие результаты. Почему любимый карагандинцами футбольный клуб теряет прежнюю репутацию? Это решил выяснить Акимобласти Ерлан Кушанов. Команда скатывается вниз. Больно смотреть. Глава региона обеспокоен тем, что шахтерская команда находится на последних позициях турнирной таблицы регионального чемпионата страны среди команд премьер-лиги. На встрече с футболистами Ерлан Кушанов выразил свое недовольство по поводу неудачного старта чемпионата. Мы огромные деньги вложили. Это народные деньги. Это деньги карагандинца. Они ждут от вас игры. Десятки тысяч болельщиков. Ну как вы можете здесь мне говорить? Мы сделаем, мы сделаем. У нас времени нет дел. Руководящий штаб команды назвал разные причины плохой игры. А директор клуба и вовсе отметил, что всему виной травмы игроков, полученные в ходе матчей. Ситуация именно по травмам наших основных игроков, то есть футболистов. Мы уже потеряли лица. В настоящее время уже 8 человек. Если даже брать последнюю нашу игру, вчерашнюю с табулом, опять-таки мы потеряли трех футболистов, которые получили травмы. Однако тренер команды утверждает, что игры проходят плодотворно. Алексей Еременко заявил, что дальше показатели будут лучше, ведь в команду отобраны лучшие игроки. Что я говорю плодотворно, те построения команды, тех игроков, которые мы взяли, мы рассматривали их внимательно. Давали время с нами потренироваться, смотрели, как они воспринимают тактику, как они обживаются в коллективе. Обязательно каждый игрок сыграл одну игру, хотя бы одну игру или две игры. И только после этого принималось решение, подписывать их или нет. Но как главный тренер я просто говорю, что я верю в эту команду. Это команда, хороший коллектив, который достоин высшего места. И они сделают так, что мы будем там. Это я гарантирую, я в этом уверен. Также в ходе встречи были высказаны недовольства касательно работы руководства клуба и тренерского штаба. К примеру, в начале сезона в Козлординский футбольный клуб перешел нападающий Максат Байжанов. Мы отправили Байжанова, отпустили. С ним разговаривал Салашенко и предложил на полмиллиона тенге больше месячных. Но когда с ним по скайпу разговаривает Аким области Каларды, это же говорит о многом, почему не говорит об этом. На него пацаны после тренировки остаются смотреть. И когда я удивился, когда я Байжанову позвонил, он говорит, окей, я со мной, вот, кто разговаривает, у Салашенко. Он мне 500 тысяч тенге увеличил зарплату. Послушав все высказывания руководителей клуба, глава области Ерлан Кушанов заявил, что за нынешние показатели должно быть стыдно. Не пойдет так. Через месяц встречаемся. Договорились? Через месяц. Или вы дома пойдете, или будете работать дальше. Напомним, что футбольный клуб «Шахтер» с начала нового сезона провел 7 игр, где набрал только 3 очка. Ни один матч не был выигран, 3 матча сыграны в ничью. По общим итогам сейчас он находится на 11-м месте турнирной таблицы. На исправление ошибок и улучшение результата Аким области отвел один месяц. Фариза Албаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Цены в частных и государственных детских садах сравняются. Чиновники решили увеличить стоимость государственного заказа для частных дошкольных учреждений. Бюджетные 17 тысяч тенге за каждого ребенка увеличат до 26 тысяч тенге. Об этом шла речь в городском Акимате на встрече с предпринимателями. В частных детских садах Караганды есть сотни вакантных мест, но оплата там выше, чем в государственных. По этой причине родители отказываются водить своих детей в частные ясли. Государственному садику родители отдают за своего малыша 10 тысяч тенге в месяц, а частному в два раза больше. Поднять размер государственного образовательного заказа в частные детские сады до 26 тысяч. Тем самым родительская плата будет одинаковая как в государственных, так и в частных детских садах. Это что даст? Первое, это будет реальное, в хорошем понятии, конкуренция между, конечно, в первую очередь частными детскими садами. Вот 2-3 года назад было 5-6 детских садов, которые получали госзаказ. Сегодня уже 22 детских сада, еще больше 30 будет в конце года. В настоящее время в Караганде в своей очереди ждут около 5 тысяч дошколят. Количество садов, построенных по программе государственного частного партнерства, увеличивается. Но вот список очередников не сокращается. Более 2 тысяч детишек посещают частные детские сады, но родители их с очереди не снимают. Несколько лет наша совместная работа с учредителями позволила довести количество мест до 3 тысяч. То есть увеличение произошло в 6 раз. Значительно увеличилась сеть дошкольных организаций. Предпринимаемые нами меры обусловлены реальной заинтересованностью в развитии частного сектора в дошкольном образовании. Если в 2015 году мы еще открыли с вами 4 частных сада и создали тысячу новых рабочих мест путем размещения госзаказа в частных детских садах, то уже в 2016 году открыто 10 частных детских садов и размещено 1266 мест по государственному заказу. Таким образом увеличение госзаказа идет пропорционально. В работе совещания приняли участие руководители частных детских садов. Они поддержали идею повышения доплаты со стороны государства. Ведь после этого половина из тех, кто стоит в очереди, но посещает детские сады, снимутся с очереди. А частные детские сады заполнятся и будут работать на полную мощность. То есть детские сады, они востребованы будут всегда. Работу по данному проекту власти планируют со следующего учебного года. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Статья главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» не осталась без внимания работников культуры. Профессионалы заявляют, что в нынешнее время культурное значение этой статьи трудно переоценить. Статья президента Нурсултана Назарбаева даст хороший толчок для духовного развития казахстанцев и развития культурной политики. Дирижер оркестра имени академика Татимбета и заслуженный деятель страны Абугали Сын Шоканбаев заявляет, что статья даст начало развитию области искусства. Я прочитал программную статью главы государства о духовном развитии. Можно сказать, меня это обрадовал, так как я сам являюсь творческим человеком. Эта статья придала духовную силу. Абугали Сын Шоканбаев более 30 лет работает преподавателем в Колледже искусств имени Татимбета. Он уверен, что власти решат проблемы с развитием культуры. После этой программы будет хорошая поддержка. Я считаю, что у местных властей поменяется взгляд на духовную культуру. Как говорится, в программной статье нужно знать и ценить национальную культуру, идти вперед, развиваться. Стоит отметить, что ряд проблем, связанные с Карагандинским колледжем искусств имени Татимбета, уже давно находятся на заметке у властей. Не так давно с проблемами колледжа лично ознакомился Аким области Ерлан Кушанов. Преподаватели верят, что после такого внимания, в том числе и со стороны президента, их храм искусства будет развиваться. Андрей Тенжек, Сылык Нурта и Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинцев призывают обращаться в арбитражные суды. В шахтерской столице имущественные споры можно разрешить в арбитражной палате. В отличие от государственных судов, при обращении в арбитражный суд, стороны вправе самостоятельно выбрать арбитра. Также гарантируется конфиденциальность разбирательства и оперативность. Арбитражное решение пересмотру не подлежит. Закон об арбитраже принят 8 апреля прошлого года. Однако арбитраж, как альтернативный способ разрешения споров, в нашей стране применяется более 20 лет. В настоящее время в Казахстане существует 19 постоянно действующих арбитражных судов. Я вам скажу, динамика такая, что примерно порядка 25-30% в сторону повышения ежегодно, количество дел, которое мы получаем. В прошлом году мы рассмотрели порядка 120-150 дел. В этом году, я не знаю, пока итоги не подводили, но думаю, что все-таки динамика будет положительная. В отличие от государственных судов, в арбитраже стороны вправе самостоятельно определить правила судейства. Также они могут выбрать арбитров. Арбитраж вправе рассматривать споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений, как между физическими, так и между юридическими лицами – имущественные и неимущественные. В государственных судах, если юрлицам 3%, они госпошлино оплачивают от суммы иска, то в нашем случае, чтобы облегчить это, у нас в два раза дешевле, у нас 1,5% – это взносы арбитражные. В дальнейшем, кто иск подавал, допустим, если правда на его стороне, то есть взыскивает со второй стороны, с ответчика, то есть не с лица. Ну, естественно, сам оплачивает, а в дальнейшем уже в ходе решения, в внесении решения обязанности возлагается на ответчика. Однако арбитраж не имеет права рассматривать все споры. Интересы несовершеннолетних лиц, недееспособных или ограниченных в дееспособности, а также государственных органов, рассмотрению арбитрами не подлежат. Айом Амрина Жахслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Еркен Ельден Ланамас. Под таким названием прошли уроки мужества для воспитанников детских дворовых клубов при Шахтинском. Более 40 подростков посетили войсковую часть Национальной гвардии. Мероприятие посвятили 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан. Разобрать и собрать настоящий автомат Калашникова. Снарядить его патронами, пусть и учебными. Что может быть интереснее для любого мальчишки. В одной из войсковых частей Национальной гвардии провели урок мужества для воспитанников детских дворовых клубов при Шахтинска. Виталий Шуйкин вместе со своей командой Куаныш во второй раз посещает военных. Юноша считает, что служба в армии – долг каждого мужчины. В армию хочу, конечно же. Каждый мужчина должен служить в армии. В нашем колледже часто приходят соревнования. Как к нам приезжают разные военные базы, так и мы к ним ездим. Также после занятий можно приходить и заниматься в шахматы, футбол, волейбол. Также в нашем колледже есть тренировочный зал, спортивный зал. Небольшое состязание по военно-прикладным видам спорта стало одним из этапов урока мужества. Подростки на время надевали противогазы и ОЗК, поднимали гири. Юным гостям наглядно продемонстрировали некоторые устройства, которые используются в спасательных операциях. Главная цель всех уроков мужества – воспитание патриотизма у подрастающего поколения, считают организаторы. Данное мероприятие направлено на то, чтобы наши дети могли воочию убедиться, как проходят будни наших военных, спасателей. Это, безусловно, уроки патриотического военного воспитания. Поэтому таким мероприятием я считаю, что мы детей наших больше ознакомливаем с нашими вооруженными силами. В соревнованиях по военно-прикладным видам спорта принимали участие команды семи клубов. Первое место заняла команда Куаныш, на втором – Туганджер. Третье призовое место досталось команде «Луч». Тройка призеров награждена кубками и дипломами. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Исламбекоспана Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде выбрали «Мистера» и «Мисс Каргутеу-2017». Конкурс среди студентов университета провели в честь казахстанского праздника влюбленных Козыгурпеш и Баян-Цулум. В нем участвовали 10 пар. Молодые показывали не только свою красоту, но блистали знаниями о традициях и обычаях народа. Студентка первого курса Улжаны Шанова готовилась к конкурсу на протяжении месяца. Девушка учится на факультете инновационных технологий технического университета. Она и ее кавалер тщательно продумали каждый номер. Мы очень долго занимались, очень долго готовились. Было очень разных ситуаций. И у нас самый лучший творческий номер. И лучшая пара. По словам организаторов, участие – уже большое достижение для конкурсантов. Ведь прежде чем отобрать 10 пар, они провели большой кастинг среди факультетов. Поэтому каждый конкурсант уже лучший среди своих сокурсников. Мероприятие проводится второй раз. В прошлом году у нас участвовали только девушки. В этом году к девушкам присоединились парни. Мероприятие приурочено ко дню. Коза-корбеж Баян-Сулу. Конкурс проходил с пять этапов. Короны мистера и мисс Каргетту завоевали студенты архитектурно-строительного факультета Султан Суйкмбек и Сара Нуржан. Не ожидали, конечно, что только вернется. Но победили, конечно. Друзья тоже, вице, они тоже поддерживают. Спасибо всем моим друзьям. Вице-мистером и вице-мисс стали студенты горного факультета Миром Худайбердиев и Мадина Спанбетова. Звание вторых вице-мистера и вице-мисс удостоились студенты транспортно-дорожного факультета Ельнур Акашев и Нурай Куджанова. Все конкурсанты награждены ценными призами и дипломами. Аем Амрина Жаксылак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Стрит-воркаут набирает популярность. Это новое спортивное направление завоевало любовь миллионов молодых людей по всему миру. Караганда не стала исключением. Совместно с городскими властями воркаудеры презентовали новый проект «Стрит-воркаут. Здоровое поколение». Школьникам рассказали, а главное, показали всю красоту этого молодого вида спорта. Молодежное спортивное движение «Стрит-воркаут» появилось в Караганде несколько лет назад. За это время карагандинские турникмены набрались достаточного опыта для того, чтобы поделиться им со всеми желающими. Первая презентация уличного вида спорта прошла в школе-лицее номер 101. Посмотреть зрелищное шоу собралось более 200 школьников. Организаторы не только показали эффектные трюки, но рассказали об этом направлении. Суть данного проекта заключается в том, чтобы показывать мастер-класс и презентации по «Стрит-воркаут» в общеобразовательных школах города. То есть это в первую очередь пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта среди молодежи и развитие правильных ценностей. По данному проекту «Стрит-воркаут. Здоровое поколение» – это первая школа. То есть мы на этом не будем останавливаться, также мы будем показывать. Наша цель – показать мастер-класс во всех школах, чтобы привлечь как можно больше народу. Именно здоровый образ жизни и в «Стрит-воркаут». Брусья и турники – вот и все, что нужно привершенцам «Стрит-воркаут». Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. Одним из сторонников уличного вида спорта стал 16-летний Диас Туркенов. В разное время он занимался боксом и карате, но в итоге свое нашел на турнике. Спортом я занимаюсь с 12 лет и уже четвертый год в «Стрит-воркаут». Это действительно мотивирующее занятие, в котором ты раскрываешься полностью. Наше движение развивается при поддержке городского акимата и отдела физической культуры и спорта. Мастер-класс ставил перед собой задачу не только показать красоту уличного спорта, но и найти новых единомышленников. После демонстрации организаторы провели розыгрыш месячного абонемента. Лучше подтягивание имел возможность вступить в команду. В 101-м лице и таким стал девятиклассник Джейсон Ким. Подтянувшись 20 раз, Джейсон опередил всех участников. Если честно, я в этом клубе когда-то занимался, года три назад. Они мне дали базовую технику, я уже научился подтягиваться. За эти три года я постарался отточить свое мастерство до высшего класса. И вот на начальном этапе я подтягивался раза два-три. Сейчас я на данный момент потянулся в 21, и для меня это успех. Ощущения какие у меня? Очень приятное ощущение, когда добиваешься своих целей. В нашем городе уличный спорт развивается с 2011 года. В качестве спортивного движения стритворкаут в Караганде зарегистрирован с 2013 года. С наступлением тепла представители клуба намерены проводить подобные мастер-классы как можно чаще, привлекая в свои ряды как можно больше количества любителей спорта. Фариза Албаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболенстар. Субтитры создавал DimaTorzok